Многопрофильную поликлинику строят в Артёме. Ход работ проверили официальные лица. На стройплощадке побывали глава округа Александр Авдеев, председатель местной думы Анатолий Бадель и спикер Краевого законодательного собрания Александр Ролик. Строительство поликлиники началось в Артёме ещё в прошлом году. Общая площадь новой семиэтажной поликлиники более 8 тысяч квадратных метров. Сейчас в здании прокладывается проводка и ведутся работы по облицовке стен кафелям. Кроме того, в настоящий момент разрабатывается штатное расписание и определяются места для размещения медицинского оборудования. Стройка идёт с опережением графика. К концу 2020 года строительство объекта планируется завершить. В новой больнице установят магнитно-резонансный томограф, флюорограф и мамограф. Томографическое обследование можно будет пройти по полису обязательного медицинского страхования. Александр Авдеев отметил, что ввод в эксплуатацию новой многопрофильной больницы значительно улучшит систему здравоохранения в округе. Директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко подчеркнул, что каркас рабочего персонала новой больницы составят специалисты поликлинических отделений округа. По его словам, это будет абсолютно новое лечебное учреждение, оснащённое новейшим медицинским оборудованием, информационными системами. А заработавшие с этого года меры социальной поддержки позволят привлечь сюда дополнительные кадры. Артёмовцы приняли участие в ежегодной международной акции «Тест по истории Отечества». Акция призвана оценить уровень исторической грамотности граждан России и соотечественников, проживающих за рубежом. В округе в акции были задействованы 14 образовательных площадок. Среди них школа номер три. Цель – насколько наши ребята сегодня знают историю, интересуются историей. И, в общем-то, мы такой почин всегда поддерживаем, потому что это любовь к родине. Мы все переживаем. Мы особо не готовились, но, я надеюсь, мы всё знаем, всё напишем. Я считаю, что очень важно, в принципе, знать историю своей страны. Возможно, в будущем нам это реально поможет где-нибудь на работе той же. История вообще – это очень важная вещь, и её нужно знать, знать историю своих поколений, историю своего Отечества. Вы считаете, что вы готовы? Конечно, готов. Я сдавал историю в девятом классе и надеюсь, что всё напишу хорошо. Проверить свои знания в исторической области решили не только школьники. Бывший выпускник школы Геннадий Григорьев также не упустил такую возможность. К слову, школу Геннадий закончил 15 лет назад. Стена хородной школы – это, безусловно, важное и значимое событие. Мне кажется, для всего города и каждый житель должен принять участие в настоящей акции. Поэтому я также не мог пропустить. Но поскольку история – это очень важный предмет, и есть такая поговорка, что народ, который не знает свою историю, будет учить историю иного государства. Поэтому это важно как для поднятия патриотического духа, повышения объёма знаний населения. Это, безусловно, история, кроме того, учит правильно выстраивать причинно-следственные связи определённых событий и помогает вообще жить. Вопросы теста самые разные. Здесь и события Древней Руси, история о революционной России и Великой Отечественной. Войны 18-го и 19-го столетий. Первооткрыватели и учёные. Есть вопросы о культуре и кино. Эти вопросы разработала кафедра учёных военного университета Министерства обороны Российской Федерации. То есть довольно сложно. В каждом вопросе 4 ответа. Вы записываете только один. Если вы допустили ошибку, зачеркнёте и напишите рядышком. Сделайте пометочку. В школе номер 3 участие в акции принимают 100 ребят. Это учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов. Всего за 40 минут ребята должны ответить на 40 сложных вопросов. Тест по истории в Артёме прошли 1183 человека. Одним эти знания пригодятся при сдаче экзаменов, другим помогут восполнить пробелы и повысить самооценку. Луиза Сысоева, Иван Петров, Светлана Норик. Городские новости. Ветераны-шахтёры встретились за чашкой чая в Доме культуры шахты Амурской. Повод весомый. Юбилейная дата. 65 лет со дня ввода в эксплуатацию шахты, которой нет вот уже почти два десятилетия. От имени главы Артёмовского городского округа Александра Владимировича Авдеева, лично от себя я хочу вас поздравить с этим замечательным событием. Несомненно, шахта Амурская достигла больших результатов за свой рабочий период. И несомненно, это заслуга больше всего вас, ветеранов шахтёрского труда. Наш долг администрации и вообще молодого поколения. Помните эту историю, передавайте её в другие поколения. Шахту номер 8, а позднее она стала Амурской, сдали в эксплуатацию аккурат перед Новым годом, 31 декабря, 54-го. Впереди были рекорды, преобразования. Рождались шахтёрские династии, передовики и герои соцтруда. Рос и сам посёлок. Я отработал более 40 лет. Начиная с горного мастера, помощник начальника участка, начальника участка. Всё попробовал. И тем более, несмотря на производственные действия, я общественной работой занимался. Рисковую шахтёрскую профессию выдерживали только самые стойкие. И тем большего уважения заслуживают смелые, отважные женщины, которые трудились наравне с мужчинами. Я награждена, допустим, в знак почёта. Шахтёрская слава у меня третьей степени. Работали ночную, наоборот, задорно было. И боролись. Уходишь, если ты много опрокинул, пишешь, то есть меня, она аж со злости, что у меня больше, а у меня меньше. Этот праздник организовал некоммерческий шахтёрский союз. Его руководитель Владимир Савченко полжизни отдал труду на Амурской. И волею судеб через него прошло и закрытие этой шахты в 2000-м. Осадок, конечно, неприятный до сих пор. И чувствуешь определённую меру ответственности за то, что оно произошло. Шахта Амурская – это всё. 20 лет работы – это период становления жизнью. От проходщика до заместителя директора по производству мне понадобилось 5 лет. Когда сегодня в 30 лет человек говорит, что ему тяжело, с работы пришёл в 5 часов, лёг на диван и говорит, что ему тяжело не было. Это категория людей другая совершенно. Они не знают, что такое тяжело или что такое устали. Тем, кому тяжело, они уходили. В конце 90-х в Артёме на плаву удержалась лишь Амурская. Её коллектив поставил цель – выжить любой ценой. Создавали новые производства, сокращали расходы на социалку, изучали возможности работать малыми угольными разрезами. Однако финансирование было прекращено и шахту закрыли. Для меня лично, не знаю, как для многих из вас, жизнь разделилась до и после. То есть до закрытия и после закрытия. Мне кажется, что то, что было до закрытия, было самое настоящее, самое правильное, самое радостное, самое светлое, самое тёплое такое в жизни. А после уже такая какая-то рядовая жизнь и до сих пор сегодня. Поэтому те дни всегда вспоминаются особо. Собираясь вместе каждую пятилетку в Доме культуры, который когда-то шахта построила как общежитие для своих сотрудников, ветераны вспоминают былые рекорды и тех, кого уже нет рядом. У нас было очень много запасов и запасы хорошие. Их можно было работать до сегодняшнего дня. Но я ещё хочу сказать, что нам приятно, что с нашего коллектива вышло очень много толковых людей. Я всех поздравляю от всей души. Желаю здоровья и здоровья. И жалко только тех, которые ушли от нас. Что хотелось бы пожелать? Встретиться на 70-летие. В территориальном управлении шахты Амурской сегодня проживает более 100 ветеранов шахтёрского труда. Живы ещё горники, живёт и шахта в их воспоминаниях и рассказах, которые Шахтёрский союз опубликовал в этом году в книге «Гори, шахтёрская звезда». Её вручили в этот день семерым ветеранам. Ещё одним книжным изданием, юбилейным альбомом о городе поощрили девятерых шахтёров, которые своим трудом прославляли и шахту, и город. Ирина Анциферова, Иван Петров, Светлана Нурик. Городские новости. Дальше у вас начинается процесс пост-продакшн. Напишите себе. Кто из нас в детстве не мечтал стать журналистом? Хотя бы для того, чтобы свободно апеллировать специальными терминами и модными выражениями. Всё это стало возможным благодаря организованной отделом по делам молодёжи профильной смене «Школа молодых журналистов». «Мы распространили информацию среди директоров молодёжных центров, среди заместителей директоров по воспитательной работе в школах, среди молодёжных общественных объединений, что будет проходить медиа-школа, куда приглашаются ребята, которые этим делом интересуются. Поэтому здесь сегодня собрались именно заинтересованные лица». Двухдневный семинар для участников абсолютно бесплатный. А отдел по делам молодёжи преследует свои цели – создать в городе молодёжную редакцию для того, чтобы при помощи социальных сетей и ютуб-канала рассказывать о молодёжных мероприятиях, проводимых в Артёме. «Вы должны вот эту одноминутную промо ещё больше сжать и в 15 секунд вынести сюда. Получается, что у вас будет такой вертикальный сториз, где сверху будет картинка, посерединке будет промо, а снизу здесь можно название передачи вашей написать, или можно сделать такую надпись «Свайп». Спикер и модератор одновременно, блогер и журналист Юлиана Синько имеет опыт продвижения собственного ютуб-канала. Она также ведёт медиашколу в Владивостоке и точно знает, как молодёжная редакция может добиться результата в информационном пространстве. «Кто-то может быть оператором, кто-то может быть копирайтером, СММ-менеджером, журналистом. Они могут сами уже без помощи взрослых создавать молодёжную редакцию, но уже в рамках интернета. Чтобы вот эта молодёжная редакция в рамках ютуб-канала существовала очень долго, стабильно и помогала развивать позитивный образ молодёжи о жизни в городе Артёме». Возраст участников семинара от 14 до 20 лет, и каждый из них преследует свои собственные цели. «Мне хочется получить новый опыт, чтобы развивать свои каналы в инстаграме и на ютубе». «Это сейчас очень важно, потому что телевидение уходит на второй план. Сейчас все заняты своими телефонами, соцсетями, и действительно важно, чтобы людям было интересно». Только диванные критики по глупости считают профессию журналиста лёгкой. Сейчас в мире столько всего нового, интересного и неожиданного, что никогда не угадаешь, в какую сторону повернётся медиапространство. Тут главное не опоздать и вовремя посетить школу молодых журналистов. Александр Накточек, Илья Тишкин, Светлана Нурик, Даная Михайлова. Городские новости. В Артёме установили новогодние ёлки и украсили городские улицы. По традиции управление благоустройства округа устанавливает две зелёные красавицы. Первая уже радует горожан на разворотном кольце улицы Фрунзе. Её высота – 10 метров. В этом году ей заменили цветовое решение, установили светодиодные фигуры. Вторую и главную городскую ёлку также разместили на стадионе за Дворцом культуры угольщиков. Впервые вынесено решение, что она будет искусственной. «Очень много было пожеланий от жителей, что хватит рубить зелёное насаждение, ставим искусственную ель». «Сколько обошлась городской казне такая искусственная красавица?» «3 миллиона 700. Это вместе с украшениями, с иллюминацией, с щитами. Это всё полностью». Новая искусственная красивая ёлка имеет высоту 20 метров. В настоящее время идёт её украшение. На ней будут красивые новые шары, светодиодные звёзды и гирлянды. И всю эту красоту вы сможете оценить тогда, когда наш сюжет выйдет в эфир. В настоящее время идёт установка зимнего городка. Как и в прошлом году, его украсят различными светодиодными фигурами, фотозонами. Здесь расположится детский игровой комплекс, ледовый лабиринт, большой каток для взрослых и детей с иллюминацией, а также четыре горки. «Две из них детские, это деревянная и комплекс. Одна горка поменьше, двухскатная, как мы её ставили в прошлом году. И одна будет новая горка. В этом году мы делаем новую деревянную горку, трёхскатную. И длиной ската 16 метров будет сам скат. И ещё настил деревянный, горизонтальный, тоже 16 метров. Ещё приобретена в этом году снеговая пушка, которую мы планировали использовать для снижения зимнего городка. Она поставлена, сейчас идёт её приёмка, проверка, как она работает. Ну, в этом году, надеемся, снега у нас, наверное, хватит здесь. Ну, если будет необходимость, будем подсыпать». В украшении планируются и новшества, но пусть это останется сюрпризом. Оценить зимнюю сказку можно будет в субботу, 21 декабря, когда состоится открытие новогоднего городка. Улицы Артёма также преобразились к празднику. Опоры освещения украшают светодиодные консоли. В прошлом году их количество составляло 73 штуки, что хватило только для установки по улице Фронзе. В этом году дополнительно приобретены ещё 274 таких консоли, что позволило украсить и улицу Кирова. Управление благоустройства призывает жителей бережно относиться к новогодним инсталляциям. В этом году понадобилось более 100 тысяч рублей для их ремонта и обновления. Луиза Сысоева, Иван Петров, Светлана Норик. Городские новости. Ежегодно 15 декабря отмечается Международный день чая. Этот праздник относительно молодой, возродившийся в 2004 году из далёких старинных традиций. Преподаватели и студенты Артёмовского колледжа сервиса и дизайна решили, что такой вкусный, полезный и старинный напиток, как чай, заслуживает особого внимания и организовали в учебном заведении тематический день чая. А на праздник пригласили воспитанников детского сада «Умка». Мероприятие очень показательно тем, что на нашей территории встречаются три поколения. Дети, взрослые и самое маленькое юное поколение. И все понимают, что мы неразрывны, что опыт с самого детства передаётся старшему поколению, старшее передаёт младшим. И поэтому сегодня будет историческая справка о чай, историческая справка о калачах, о русских. То есть мы настолько всё это попытались сделать интересно и доступно на детском языке. Особенно стоит отметить наших студентов, поваров, кондитеров, которые здесь практически дневали и ночевали для того, чтобы организовать, показать все эти, продемонстрировать мастер-классы. Потому что для ребят это большая практика. Они с нетерпением ждут этих маленьких детей, чтобы поделиться опытом. И, конечно, это большой результат для нашего образовательного учреждения. Заварной и ароматный напиток малыши пили с удовольствием. С ещё большим уплетали за обе щёки нежные, румяные, горячие мясные пирожки, испечённые заботливыми руками поваров-кондитеров колледжа. Чаепитие сопровождалось рассказами о происхождении чая и появлении его в России. Чай у нас пришёл оттуда, потому что на Руси у нас сначала чая не было. Чай оттуда привозили к нам, дали нашему царю попробовать. Он попробовал, почувствовал этот вкус. И все стали пить чай. В Москве были трактиры, которые начинали работать с пяти утра. Раньше всех трактиры, они назывались чайной трактирой. И вот эти трактиры, значит, там только чай. К чаю пироги, ватрушки, рассегаи, баранки, бублики. Всё это к чаю подавалось. Специально для гостей принимающей стороной была подготовлена новогодняя фотозона, включающая в себя ёлку и камин. Здесь же проходила выставка, где среди экспонатов были представлены разные сорта чая, сервизы, заварочные чайники, ну и, конечно же, самовары. Пока одна группа дошколят, как говорится, слушала и кушала, другая в соседнем кабинете готовила и украшала сладости своими руками. Кондитерский мастер-класс по приготовлению самого детского пирожного, картошка, сладкояшкам давали студенты и преподаватели. Что я должна добавить? Какао, да? Какао. Почему я какао добавляю? Какой цвет какова? Какой цвет стал коричневым. Правильно, умница, умница, чтобы оно стало коричневым, да, и чтобы вкус у него был, как у шоколада, правильно? Дети быстро освоили рецепт приготовления и взялись за дело. Итогом мастер-класса стали пирожные в виде чупа-чупсов, посыпанные кокосовой стружкой. Многие ребята предпочли забрать свой кулинарный шедевр домой, чтобы показать маме и папе. Мероприятие, посвященное Международному дню чая, обогатил гостей не только интеллектуально, но и душевно. В завершении праздничного дня детсадовцев порадовали еще одним приятным подарком в виде съедобной открытки. Мы будем дарить открытки, сделанные руками стилистов-визажистов второго курса и преподавателям. Подарок будет состоять из открытки, елочная, рисунок акварелью, елочка. На ней наклеены конфетки и стразики, бусики. Спасибо! Анжела Галышина, Илья Тешкин, Светлана Нурик, городские новости. Дартс Дартс – любимый вид спорта офисных работников и людей с ограниченными возможностями. Давно занимаюсь уже видом этим спорта, и нравится, и посещаю соревнования уже не первый год. Правильнее будет сказать спортивный фестиваль инвалидов. В рамках Всероссийской декады он уже не первый год проводится в Артеме. Мы, наверное, единственные краи, которые, как можно выразиться, заточены под инвалидов. То есть у нас доступное спортивное сооружение. В этом году на фестиваль приехали спортсмены из Владивостока, находки, Фокина, Вольно-Надеждинска. От Артема самая представительная делегация. Причем многие участники соревнуются сразу в нескольких видах. Упор фестиваля, он в этом и заключается, чтобы инвалиды разных уровней, разных возможностей могли принять участие в максимальном количестве видов. Чтобы они для себя поняли, что, может быть, этот именно вид спорта, ну, приемлем. Шашки, шахматы, плавание, пауэрлифтинг, настольный теннис, дартс – это заявленные на фестиваль виды спорта. Но сейчас уже участники думают о расширении этого списка. Новое направление. Стали проводить соревнования по домино. Казалось бы, ну, если у тебя нет такого глубокого мышления играть в шахматы или в шашки, где нужна такая жесткая стратегия, то в домино всем по силам. Кубки, грамоты, медали, места – все это, безусловно, мотивирует спортсменов и настраивает на победу. Многократная чемпионка края по теннису Кристина Шибаева из Владивостока – фаворитка соревнований, но считает, это не главное. Это же своего рода общение, реабилитация, адаптация, социализация людей с инвалидностью. Мы же общаемся все. Мы приезжаем, собираемся с разных городов. Есть люди, которых я вообще впервые сегодня вижу. Потому что, наоборот, интереснее, когда соперник новый, а может быть, она меня сильнее. Возможность самореализации стала доступна для многих спортсменов-инвалидов. Не зацикливаться и не ограничивать себя рамками и условностями, а бороться до конца и побеждать. Хоть в дартсе, хоть в пауэрлифтинге или плавании. Пока есть условия и желания. Человек может и в инвалидной коляске много. Для того, чтобы люди другие не зацикливались и не сидели дома, а выходили в люди. Веронике Дюковой 31. В ее годы жизнь интересна и многообразна. И возможности не ограничены. Я хочу первое место. У меня нет копилки моей. Первое место по Тарцу. Люблю спорт, музыку, как, конечно, смотрю наши, Артема, сказать, не очень люблю. Александр Натойчик, Илья Тишкин, Светлана Нурик. Городские новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова